Ну что, всем привет, с Новым Годом, с наступившим Новым Годом и с наступающими другими праздниками, с Рождеством, со Старым Новым Годом, со всеми другими праздниками, которые мы любим отмечать, с моим днём рождения, конечно же, тоже скоро наступит, тоже всех поздравляю. Покушал и вот решил вставить своих пару слов во всю эту ситуацию с голой вечеринкой, да, как её называют, голой вечеринкой. Блин, если честно, это такая жесть просто, вот я смотрю на это, я уже не могу, уже на CNN показали, правда, конечно, я начал читать комментарии людей, которые оставляли под этим репортажем CNN по поводу этой вечеринки, про то, как там сейчас хотят всех там чуть ли посадить, оштрафовать на какие-то миллиарды и так далее. И люди пишут, да какое нам вообще дело до этой их российской вечеринки, вот, ну, в принципе, логично. Но я вот не могу, я просто не понимаю. Люди там, я сразу скажу, я не фанат Киркорова, не фанат, кто там ещё был, там, не знаю, Собчак там и прочие, Лолита вообще, уже не помню. Я маленький был, когда Лолита выступала. Вот, я не фанат этих ребят, но моё мнение, это их личное дело, на какие вечеринки ходить голыми, не голыми. И не этим людям их судить, которые там в доме, там, начали говорить, вот, да как они посмели, там, это вечеринка, там, такое время тяжёлое. Да эти люди там в доме сто процентов ходят на такие вечеринки и ещё похуже, я не знаю, похуже, получше, смотря с какой точки зрения смотреть. Какие-нибудь там по выходным на какие-нибудь свингерские партии, там, я не знаю, и так далее. Да сто процентов, я уверен, все эти ребята там грешат этими делами и почему-то они не говорят, что, ой, как всё плохо, как ужасно, какие они моралисты и так далее. Блин, обычная вечеринка, там, заставили всех извиняться, это вообще что такое, не знаю, средневековье какое-то, просто жесть. Люди решили там встретиться, там, да, какой-то повод был, кто-то моё затеял, я уже не помню, эта девчонка с Орла и Решки решила встретить вечеринку, пригласила, у неё там какой-то свой формат был. Да ради бога, люди отдыхают, люди радуются, наслаждаются жизнью, то есть, зачем было вот это всё вот устраивать? Особенно меня вот больше всего начал раздражать какой-то этот старый престарелый каскадёр, я не помню его фамилию, который говорит, надо оштрафовать там на какие-то миллиарды там долларов или рублей, я не знаю, там, просто на миллиарды эту несчастную девчонку, которая организовала эту вечеринку. Вот, ну и, возможно, всех там кто-то говорит, лишить Киркорова звание там артиста России там и так далее, или там народного артиста, как он правильно называется. Да просто кто вы такие, блин, чтобы лишать этого человека? Он реально народный, он как бы, я не фанат Киркорова, не люблю его песни, не люблю его творчество, но я помню, я с детства этого Киркорова слышал везде. Там мои родители, какие-то знакомые там, дяди, тёти, бабушки, все слушали этого Киркорова там, Пугачёва там и так далее, то есть они реально народные, как бы, и получили это звание не просто так, и не этим чувакам лишать этих людей, это просто какая-то жесть. Какие миллиарды вообще штрафовать за что? И особенно мне нравится, кто-то говорит, вот у нас идёт война, а они, значит, себе такие вечеринки устраивают. Подождите, я что-то опустил, может быть, я что-то помню, последняя какая-то информация была, что если ты говоришь, что Россия там с кем-то воюет, то сразу в тюрьму. Не воюет Россия ни с кем, там где-то там идёт специальная какая-то операция военная, непонятно где, где-то за границей. Россия не воюет, какая война? Почему люди не могут вне военное время участвовать в каких-то там вечеринках? Это их личное дело, где хотят там участвовать. Получается, как будто бы кто-то из там, какие-то вот эти престарелые там дебилы хотят заставить людей слушать там только определённых артистов, вести себя определённым образом. Вот, то есть запретить вот этого, вот этого, кого слушать? Там Винокура и Лещенко. Я не спорю, они, может быть, и хорошие ребята, хорошо поют, вот, но у всех вкусы разные, кому-то нравится Киркоров, кому-то нравится Лолита, я не знаю, если она ещё поёт или нет. Просто, ну, раздражает меня то, что власть, государство лезет в личную жизнь людей, да пусть они публичные эти люди, да без проблем, но это частная закрытая вечеринка. Это ж не транслировалось где-то на телевидении, вот. Поэтому я меня, честно, прошу прощения просто бомбить с этой всей ситуацией, прям какая-то жесть просто, просто жесть какая-то. Я так стараюсь мягко говорить по-русски, чтобы не выражаться, не материться, потому что я не люблю это всё дело, но иногда других слов просто не подобрать. Поэтому я на стороне этих несчастных там артистов, которые попали в эту ситуацию, мне, если честно, очень неприятно смотреть, как они извиняются, вот, и потому что, ну, как этот парень из сериала про шеф-повара, с усами шеф-повара сказал, извинились без вины, вот, я такое уже мнение. Их застают извиняться за то, в принципе, просто так, то есть нет никакой вины, они ничего такого плохого не совершили. Вот, они, раздета вечеринка, они там все были в одежде вообще-то, и Киркоров в этом своём наряде уже не первый раз ходит, и почему-то раньше никто об этом ничего не говорил. И он выступал на сцене, и все наоборот, о, какой молодец, как похудел, а тут вдруг, хох, какой негодяй этот Киркоров, как он посмел в такой одежде-то появиться на вечеринке. Ха, бедолага, блин. Вот, в общем, это, как говорится, к Новому году. Вот, надеюсь, в этом году не будет такого цирка, как в прошлом, вот, потому что это просто какая-то жесть, ну, неприемлемая, считаю. То есть надо развиваться, наоборот, а не откатываться в какое-то прошлое, там, не знаю, Советский Союз, даже не ранний Советский Союз, там, а Советский Союз времён позднего Сталина, когда вообще просто, всё должно быть цензурировано, никаких тебе вечеринок, всё, сиди дома, пей водку, как бы, и наслаждайся жизнью, что ты вообще живёшь. Вот, такого быть не должно. Вот, то, что я хотел сказать по поводу этого всего, просто накипело. Вот, всё никак не могу рассказать про то, как правильно создавать кейсы, вот, я не знаю, я бы, у меня сейчас настроение есть такое рассказать, как правильно сформулировать кейсы на политическое убежище. Почему, то есть я, ну, моё мнение такое, очень много умных людей вокруг, то есть не то, чтобы умных, а эрудированных, скажем так, именно конкретно в этой теме, потому что умных людей очень много, почти все в чём-то умные. Вот, кто-то там, допустим, может ездить на тракторе, может его починить и так далее, вот, допустим, и живёт где-нибудь там в селе, где он умный в своей отрасли, вот, это не значит, что там какой-то Вася приехал с города и он считаешь себя умным, потому что он очень круто знает математику или там знает там 2-3 языка, он умный в своей теме, этот парень, то есть все, как бы, у нас нет глупых людей, все люди в чём-то своём, они развивались и знают лучше, чем другие. Кто-то в танчики, например, играет, я не знаю, я не играю, честно, вот, ну, кто, я знаю людей, которые играют, и они вот прям разбираются в этих танках там и прочее, прочее, то есть, им это нравится хобби, вот, у кого-то работа, у кого-то хобби, то есть люди тратят своё время, свою жизнь на что-то, вот, что им по душе и нельзя их винить. Но я по поводу, вот, возвращаясь к иммиграционным кейсам, просто очень часто замечаю мои знакомые, знакомые моих знакомых, как вот они себе видят это политическое убежище. Просто я перед тем, как вообще в эту всю тему погрузиться, очень много книг прочитал, кстати, вот могу посоветовать, мне очень понравилась книга, она может быть косвенна, но, по крайней мере, в общих чертах, наверное, вот, так можно понять вообще суть вот американского, вот этого всего иммиграционного законодательства, процессов. Книга называется «Дуралекс» или «Дуралех», не помню, по-моему, как-то так, или «Дуралекс» или «Дуралех», автор Борис Палант, это очень известный адвокат в Нью-Йорке, дорогой адвокат, он, у него действующая компания, то есть, я не знаю, я не могу его рекомендовать, потому что я не знаю, как он работает, но, я думаю, не просто так он стал таким знаменитым и высокооплачиваемым адвокатом и востребованным достаточно, то есть, у него много, много клиентов, так сказать, с деньгами, вот, а такие люди просто так свои деньги не будут тратить, то есть, он наверняка, правильно, вот, книга мне очень понравилась, зашла, то есть, я там смотрел других ребят, на ютюбе есть парень, я не помню его имя, он позиционирует себя как паралигал, вот, и он как помогает, как он говорит, там, отредактировать историю, то есть, если у вас есть история, вы ему присылаете, он за деньги ее редактирует, плюс у него тоже есть своя книга, пособие, там, типа, с примерами кейсов на убежище, я купил у него эту книгу тоже в свое время, она, не знаю, там, книга из 10 страниц, так сказать, такая не книга, а пособие, скорее, там два или три кейса описаны разных людей, скажу так, один из них показался мне каким-то просто выдуманной историей, но, возможно, то есть, ну, я такой, откатит время назад, я бы эту книгу, может быть, и не покупал, вот, не очень она мне пригодилась, но, тем не менее, как бы, я вот эту всю информацию черпал от разных людей, с разных источников, вот, и тут, и плюс, конечно же, от адвоката, с которыми работал, и могу сказать, что, могу сказать одно, что для того, чтобы собрать свой кейс и вообще понимать, то самое главное, это понимать, что такое кейс на политическое убежище, кейс на политическое убежище, это должно быть какое-то преследование, преследование по каким-то там из пяти, по-моему, не помню, разным, там, статьям, там, это политическое мнение, религиозное, там, принадлежность к каким-то группам, расовое, там, и так далее, то есть, самое сложное считается доказать, ну, как среди адвокатов, не знаю, считается доказать именно политическое преследование, самое сложное, но, ну, не знаю, на самом деле скажу, это все возможно, то есть, все возможно, но что такое преследование, то есть, допустим, У меня некоторые знакомые говорят, вот там, меня там побили там, полиция где-нибудь побила, то есть, ну, я вот решил убежать из страны. Это не преследование. Потому что преследование это должно быть что-то, что происходит систематически. Там поймали, там, не знаю, там, два года назад. И причем не просто поймали, потому что я там булочки неправильно продавал там или пирожки на улице, а политическое мнение. То есть это должно быть по какой-то политической причине. То есть, допустим, там правоохранительные органы или кто-то из правоохранительных органов не согласен с вашей точкой зрения. Или вы слишком пытались активно отстаивать какие-то чьи-то права, например, свои. То есть, ну, все, что касается политики. То есть, что такое политика, можно прочитать в Википедии. То есть, это должно быть что-то, не то, что там, у меня бизнес, мне хотели его отжать. Нет, это не преследование. У меня есть бизнес, и вы хотели его отжать, там, полицейские, бандиты. И судья вас спросит, а ну, а при чем здесь, собственно говоря, политическое преследование? То есть, ну, если бандиты, обратитесь в прокуратуру, там, прокуратура не возьмется. Там, обратитесь в ФБР, забыл, как она, ФСБ. Обратитесь в ФСБ. То есть, они, у судей будет резонный вопрос. Почему вы там не прошли все эти этапы, там, перед тем, как уехать из страны? И это не политическое преследование, это все-таки бандитизм, это другое. Вот, потом... То есть, именно суть, вот уловите, суть именно преследования. То есть, должно быть, там, раз, два, там, вас предупредили, второй раз с вами грубо поговорили, там, третий раз вас как-то побили. Там, четвертый раз уже все, сказали, убьют, и вы уже убежали. Это преследование. Там, по-любому принципу, там, потому что вы не той религии, например, вот, свидетели Еговы. Им, вот, можно... Их запретили. То есть, по сути, это прямое преследование от правительства. Их просто запретили. Потом, ЛГБТ. ЛГБТ, ЛГБТ, то же самое. Просто запретили на государственном уровне. Соответственно, это тоже преследование. То есть, я так считаю, что власть в России делает все возможное, чтобы у людей из России появилось больше возможностей просить политического убежища. То есть, к примеру, не знаю, работает это или нет, но мне так кажется. Насколько я знаю, такой закон, да, был или до сих пор, ну, или принят. Что если вы спонсировали каким-то образом фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, то вы спонсировали экстремистскую организацию. Все, это политическое преследование. То есть, как будто бы, да, если вы туда положили 50 рублей на счет этой организации, то вы автоматом нарушили закон. Являетесь экстремистом. В общем-то, именно по политическому мотиву, по политической причине. Поэтому, смотрите, сами именно, старайтесь именно найти преследование. А не то, что меня там забрали бизнес, меня там побили где-то там. Или там пытались побить, я убежал там и так далее. Это так не работает. Вот, там, угрожала полиция, это тоже не преследование. Там, угрожала там ФСБ, это не преследование. Должно быть что-то систематическое. То есть, что-то, чтобы вас постоянно, то есть, раз за разом, по какой-то причине, конкретно это политическая причина, или там причина расовая, там, или религиозная. Не важно, по какой-то конкретной из этой причин, вас систематически пытались что-то с вами сделать, наказать. Так, мне тут солнце что светит. Пытались наказать. Поэтому, когда будете свой кейс писать, когда будете готовиться к нему, обратите внимание на то, что преследование должно быть преследованием. Я понимаю, что многие понимают, что так и есть. Многие понимают, да. Но также, я просто смотрю по своим знакомым, что многие не понимают, что такое преследование. Поэтому старайтесь делать это вот так, таким образом, выстраивать свой кейс. Не то, что там, а вот, допустим, я там, ну, к примеру, я там, допустим, жил, не тужил, занимался там какими-то делами, работал бизнесом и так далее с политическим мнением. Вот, и здесь, допустим, там должны были проходить выборы. Я планировал голосовать за такого-то кандидата, потому что по каким-то причинам он мне был близок, то есть я вот в него верил. Не обязательно это должен быть Навальный, это может быть, не знаю, Зюганов, там, Жириновский, без разницы. Да даже Путин. Вот, то есть, но в вашем городе там, или в месте, где вы живете, да, неважно. Кто-то сказал, что нет, парень, ты не можешь голосовать за этого кандидата, потому что вот мы считаем, что как бы нет. И вот здесь уже, если, допустим, они каким-то образом вам угрожали, да, там, вот, или, допустим, посадили в тюрьму, то, что вы поддерживали не того кандидата, такое же тоже бывает. Ну, допустим, на 15 суток. Ну, бывает же, бывает же. Вот это первый шаг. Потом второй шаг, там, посадили, там, или просто побили. Ну, потом третий уже, когда какой-то определенный процесс проходит, вот, там, допустим, вас уже начинают как-то или вымогать деньги, потому что вот вы попали в эту ситуацию за своего мнения политического, там, и так далее. То есть, ну, дальше уже это, дальше уже можно, дальше уже много вариантов, каких можно. А сама суть, это преследование, которое должно быть систематическим, просто это должно быть понимание, само понимание вот этого вот процесса, потому что, допустим, да, может быть, у кого будет интервью с иммиграционными, интервью с иммиграционным офицером, возможно, он не даст вам позитивный ответ, но на суде, если идти по этому пути, то это, как бы, ключик, ключик, собственно говоря, к успеху. Ну, и, конечно же, от адвоката очень много зависит на суде, вот, но, я так скажу, процентов 60, наверное, 70 зависит от адвоката, то, как он сформирует ваш кейс и как оно представится на суде. И остальные, там, 30-40%, это уже вы. Соответственно, там, если адвоката кейс, там, прокатил процентов на, там, 40, например, вот, ваш хотя бы должен на 15-20% тоже прокатить, чтобы, как бы, судья принял позитивное решение. Поэтому нельзя полностью надеяться на адвоката, как тоже делают некоторые мои знакомые, что вот адвокат, это просто бог, там, он все решит. Нет, адвокат, как бы, вы на него надеетесь, но и сами на себя тоже, как говорится, не плашайте, как в поговорке. То есть, сами будьте готовы к тому, что нужно будет себя защищать. И адвокат, он просто, как, просто бро, который вам помогает в этой драке. Вот. Собственно говоря, вот такая информация. Не знаю, если кому-то будет интереснее, поподробнее, пожалуйста, там, пишите. Я поподробнее могу расписать какие-нибудь случаи, варианты, например, могу какую-нибудь историю с той книжки, которую я купил, бесполезно рассказать, если кому будет интересно. Хотя, я думаю, вы и так можете найти все эти истории, потому что я потом нашел эти истории просто в интернете. Ну, человек, человек и бизнес, тоже так зарабатывает. Вот, поэтому еще раз всех с Новым годом, отличного всем настроения, удачи, счастья в этом году. Ну, пусть сбываются все ваши мечты, пусть прекратится уже эта война. Вот, украинцы там, ребята, держитесь тоже. Вот. И наши ребята, тоже держитесь. Не знаю, зря, не зря я коснулся этой темы. Ну, мне просто, как бы, тоже душа болит за парней, за всех, и за наших. Они все наши. Вот, воюют наши с нашими. Вот это мое мнение. То есть, это как гражданская война. Вот. Это очень плохо. В общем, все. Всем мир. Всем добро. Увидимся. Увидимся когда-нибудь на этой неделе или на следующей, как у меня будет еще настроение. Вот. Всем пока. Обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.